Выставка «Кароль Войтыла. Новорождение» предназначена для всех, кто хотел бы познакомиться с биографией Иоанна Павла II в сотую годовщину со дня его рождения. Выставка освещает важнейшие вехи жизни Кароля Войтылы как новые рождения не только в смысле прихода в мир, но и в значении новых жизненных этапов, новых социальных ролей студента, рабочего, священника, духовного наставника, ученого и, наконец, Папы Римского. Понтификат Иоанна Павла II представлен как с перспективы частных воспоминаний, так и в контексте его влияния на историю, Церкви, Польши и всего мира. Выставка предназначена и для тех, кто помнит Иоанна Павла II, и для тех, кто родился уже после его смерти. Ее цель – дать представление о человеке, который повлиял на ход истории, показать истоки и разнообразие его личности, жизни и мышления. 18 мая 1920 года. Идет Советско-Польская война. В Водовице в двухкомнатной квартире на главной площади рождается на свет Кароль Войтыла, нежно называемый Лелек. С отцом военным Кароль ходит в походы. Брат берет его на футбольные матчи. Любовь к спорту и горам останется с ним на всю жизнь. Он очень способный, интересуется литературой и увлекается театром. Лелек играет в школьном приходском театре, а затем в любительском народном театре Мечислава Котлярчика. В возрасте неполных девяти лет Кароль теряет мать. Через три года снова удар, умирает брат. До окончания гимназии Лелик живет с отцом в Водовице. Он становится министрантом. Получив аттестат зрелости, переезжает в Краков, где, как и мечтал, поступает на факультет польской филологии. 1939 год. Войтыла окончил первый курс на факультете польской филологии. 1 сентября Германия напала на Польшу. Университет закрыли. Окупанты издают приказ о всеобщей трудовой повинности. Кароль дробит каменные блоки киркой и возит их на тачках на содовой фабрике в Кракове. В перерывах на работе он читает и молится. Каждое утро посещает мессу в костеле, а затем с вещмешком на плече отправляется на работу. Во время войны театр был способом сопротивления. Он укреплял дух народа. Кароль, помимо физической работы, играет в спектаклях подпольного театра. У него большой актерский талант. Тогда же он начинает писать стихи и пьесы. В 1941 году подпольный театр показывал свои спектакли в подвале дома Бойтылы. 1942 год. Война продолжается. «Столько моих сверстников гибнет, почему не я?» – спрашивает себя Кароль. Он оставляет мечты о театре и поступает в подпольную семинарию. 2 ноября 1946 года Бойтыла служит свою первую мессу. Накануне архиепископ Адам Сапега посвящает его в сан. Сразу после этого его посылают на два года учиться в Рим. В 1950 году молодого священника вызывают в Краков и назначают на приход святого Флориана. Он читает лекции студентам, основывает молодежный хор, организует экскурсии. Затем направление на научную работу, докторская диссертация, преподавание в Католическом университете Люблина. 1958 год. Бойтыла с молодежью справляются на байдарках. Ему дают прозвище «дядюшка». Приходит вызов от кардинала Вышинского, и Войтыла едет в Варшаву, где узнает, что назначен епископом. «Ваше преосвященство, я слишком молод, мне всего 38 лет», — говорит он. «Этот недостаток у всех быстро исправляется», — отвечает кардинал. В это время строится район Кракова «Новая хуто» — воплощение коммунистической урбанистики. Жители требуют поставить в нем костел. Разрешение на строительство выдано, но сразу же отозвано. Вокруг установленного на месте костела креста собирается толпа. Власти грубо подавляют протест, но молодой епископ не сдается. В 1967 году он вбивает в землю первую лопату, а через 10 лет освящает новый храм, названный Ковчегом Господним. В 60-х годах Войтыло принимает активное участие в работе Второго Ватиканского собора. В 1967 году он становится кардиналом и доверенным лицом Папы Павла VI. В 1978 году взоры всего мира приковывает к себе Сикстинская капелла. Идет конклав выборы Папы. Очередные голосования не дают результата. На третий день события приобретают новый поворот. Фаворитом становится Войтыло. Кардинал Вышинский советует. Если выберут, прошу не отказываться. Наконец раздается голос с балкона базилики Святого Петра. Хабему с Папом. Буря аплодисментов. Кардиналом Войтыло. Замешательство. Кто это? Польский кардинал? Но как? Ведь последний Папа, который не был итальянцем, жил в 16 веке. Новый Папа выходит на балкон и сразу же вызывает симпатию у публики. Новость о выборе нового Папы выходит на первых полосах газет всего мира. Польские власти не знают, как на это реагировать. Июнь 79 года. Площадь Победы в Варшаве забита паломниками, несмотря на усилия коммунистических властей. Папа взывает. Да сойдет Дух Божий и обновит лицо земли. Этой земли. Его паломничества на родину меняют сознание людей и дают им надежду, что ведет к коренным переменам в Польше. После 89 года Иоанн Павел II продолжает учить добиваться свободы, внутренней свободы, исследовать заповедям. Он приезжает в Польшу 8 раз. Его считают отцом и авторитетом. Папа навещает все уголки своей страны, и каждый визит становится величайшим событием для поляков. Иоанн Павел II – первый в истории Папа Римский, который навестил католическую церковь по всему миру. За время своего понтификата он совершил 104 поездки, преодолев расстояние, равное более чем 42 окружностям земли по линии экватора. 1985 год Иоанн Павел II верит в молодежь и приглашает молодых в Рим на вербное воскресенье. Скептики обещают, что людей будет мало. Приезжают 300 тысяч человек. С тех пор Всемирные Дни Молодежи проходят регулярно. Они дают надежду на то, что церковь молода и динамична. 1986 год. В Ассизе собираются иудеи, мусульмане, буддисты, христиане разных конфессий и представители других религий. Они молятся о мире. Иоанн Павел II всюду призывает к миру. Он лично вмешивается в военные конфликты с целью их скорейшего завершения. Рождественский сочельник 99 года. Иоанн Павел II преклоняет колени перед входом в базилику святого Петра, опираясь на посох. Болезнь все сильнее дает о себе знать. Но он дождался момента, о котором мечтал, и вводит церковь в третье тысячелетие христианства. 1981 год. Папа обходит площадь святого Петра, приветствует верующих, берет на руки детей. Вдруг выстрел. Пуля пронзает тело святого отца. Начинается борьба за его жизнь. Иоанн Павел II прибыл в Рим физически крепким и полным сил. Покушение подрывает его здоровье. Под конец жизни он страдает от болезни Паркинсона. Выглядит все более слабым. Но, несмотря на телесные недуги, он сохраняет ясность ума. Верное воскресенье 2005 года. Иоанн Павел II выходит на балкон. После операции на гортане он не может произнести ни звука и молча благословляет собравшихся. Он не принимает участия в процессии в Колизее в Страстную Пятницу. Пребывает в отдельной часовне и сжимает крест. После Пасхи ему остается лишь несколько дней. Верующие всего мира молятся за него. Иоанн Павел II умирает 2 апреля 2005 года в 21.37. В неисчислимой толпе, собравшейся на похороны своего папы, видны плакаты с надписью «Санта Субита» «Святой немедленно». Папа был причислен к лику блаженных уже через 6 лет после смерти, а в 2014-м канонизирован. Субтитры создавал DimaTorzok